Цены на питание в международном аэропорту Алма-Аты вот уже несколько дней бурно обсуждают в интернете. Пользователи недоумевают, как булочка или чай могут стоить почти в 10 раз дороже, чем обычно. Наш корреспондент Айнаш Ондерис отправилась в аэропорт и подробно ознакомилась с меню. Этот снимок самой обыкновенной самсы стал темой бурного обсуждения в интернете. Внимание пользователей привлек ценник, согласно которому слоеный продукт стоит, внимание, 1000 тенге. Автор поста утверждает, фото сделано в международном аэропорту Алма-Аты. Может, эта самса летит к нам спецрейсом? Наверное, с мясом оленины, как минимум. Бизнесмен Бейбат Алибеков по роду деятельности часто путешествует. Посетил не одну страну. Питание в алматинском аэропорту, говорит, едва ли не из самых дорогих. То есть, если была бы цена адекватна такому качеству, то есть там цена на уровне самого фешнебельного ресторана алматинского. Но получаешь ты на выходе обычное яблоко за 800 тенге, или самсу за 1000, или булочку какую-нибудь за 800. То есть, по факту, ты даже близко не получаешь то, что... Я даже не знаю вообще, где есть такие цены. Мы отправились в международный аэропорт Алма-Аты. Смотрим меню в одном из кафе. Бургер 1400 тенге, булочка круассан 900, маленькая бутылочка воды на территории воздушной гавани от 300 тенге. Руководство международного аэропорта в своем письменном ответе заверило, цены в аэропортовских кафе устанавливают сами владельцы общепитов. АО «Международный аэропорт Алма-Аты» в здании пассажирского терминала не осуществляет деятельность по реализации продуктов питания, рестораны, бары и иные пункты общественного питания АО «Международный аэропорт Алма-Аты» не принадлежат. Данные предприятия осуществляют предпринимательскую деятельность самостоятельно. И АО «Международный аэропорт Алма-Аты», к сожалению, не вправе осуществлять неправомерное вмешательство в их деятельность, в том числе и по вопросам ценообразования. Получается, что цены на продукты питания владельцы общепита вправе устанавливать самостоятельно. И только им решать продать самсу за 1000 тенге или же за 100. Государство в этот вопрос тоже не вмешивается. Впрочем, на территории воздушной гавани нам удалось найти и небольшие продуктовые киоски. С вполне адекватными ценниками здесь отовариваются в основном свои, те, кто работает в аэропорту. Алма-Гуля Лиева заведует одним из таких неприметных магазинчиков уже много лет. Вот, допустим, пирожки жареные, печеные по 50 тенге, с ливером, с картошкой, с капустой, пирожки, ой, сосиска в тесте жареные, печеные по 100 тенге, самса с курицей 150 тенге. За чужих я не отвечаю. То, что я зарабатываю, мне хватает, меня устраивает. Получается, что даже такая конкуренция не сбивает цены в местных кафетериях. Клиенты сами выбирают, где и по какой цене покупать ту же самсу. Правда, от этого зависит и то, как пассажир пообедает за столиком в кафе или на сиденье в зале ожидания, где этих столиков нет. А не нашу интересу, Мадио Розалиев, Северньюз, Алматы.